В любом уголке нашей необъятной страны Грузовики ГАЗ-51 и ЗИЛ-164 широко известны в нашей стране и далеко за ее пределами Более 15 лет сходят они с конвейеров автомобильных заводов За эти годы их конструкция постоянно совершенствовалась И теперь они успешно проходят 80-100 тысяч километров без капитального ремонта Но как бы ни были хороши сейчас их эксплуатационные показатели Морально эти машины уже устарели Двигатель слабоват, кабина тесна, кузов мало вместителя И вот зимой 1961 года начались КОНЕЦ Государственные испытания новых автомобилей, как правило, начинаются с пробеговых испытаний На этот раз все было необычно Комиссия решила первый этап начать с эксплуатационных испытаний Под Москвой в районе города Дмитрово выбрали рядовую автобазу Место за рулем уступили водителям автохозяйства Знать мнение людей, которые в ближайшее время пересядут постоянно за руль новых машин Для нас было очень важно За два месяца перевезены тысячи тонн груза И на спидометрах появились первые 6 тысяч километров Самое же главное, машины понравились эксплуатационникам В апреле дороги очистились от снега И мы перекочевали на 127-й километр в магистрале Москва-Ленинград Следующий этап Лабораторно-дорожное испытание Контрольный расход топлива автомобиля ЗИЛ-130 составил около 26 литров на 100 километров У ГАЗ-53 он оказался меньше, чем у ГАЗ-51 19 литров на 100 километров Хотя грузоподъемность нового автомобиля на целую тонну больше Если вам предстоит в короткий срок выявить слабые места новой модели Организуйте испытание ее на выбитом булыжном шоссе С максимально возможными скоростями В городце у Горьковского моря Два месяца автомобили катали 5000 километров предусмотренные программами Для импортных машин, ходивших для сравнения Этот этап оказался роковым Булыга намного и открыла всем глаза То, что нам казалось абсолютно прочным Нуждалось в усилении Не случайно в шутку этот участок прозвали дорожным катализатором Приведя машины в порядок после испытания в Миротце Спустя две недели мы покидали Москву Впереди длительный пробег, порой по самым неизведанным местам Европейская часть страны иссечена лентами бетонированных и асфальтированных шоссейных дорог По одной из них, Москва-Куйбышев И начался наш пробег Новые автомобили на хороших дорогах могут работать автопоездами ГАЗ-53 с двумя тоннами груза в прицепе ЗИЛ-130 с четырьмя тоннами Поэтому расстояние между этими городами решено пройти с прицепами Но как это часто бывает в испытательных пробегах Дорожники побаловали нас на этом участке не только дорогами первой и второй категории 98 километров чистейшего проселка На месте, где во всех дорожных справочниках значится магистрат Полтора ходовых дня и 1100 километров позади Рабочий день киногруппы начался сегодня раньше обычного Походный лагерь еще крепко спит после вчерашнего форсированного перехода И нам представилась хорошая возможность познакомить вас поближе с новым автомобилем ГАЗ-53 является базовой моделью транспортного автомобиля с приводом на заднюю ось Грузоподъемностью 3-4 тонны Это означает, что он может перевозить 3 тонны груза по любым видам дорог И 4 тонны по хорошим дорогам Современный V-образный 8-цилиндровый двигатель мощностью 115 лошадиных сил Обеспечивает хорошие динамические качества Новая четырехступенчатая коробка передач С тремя парами косозубых шестерен постоянного зацепления И синхронизаторами на 3-4 передачах Облегчает управление автомобилем И снижает шумность работы трансмиссии Конструкция промежуточной опоры Значительно упрощена А ее работоспособность повышена Удлиненные полуэллиптические рессоры В сочетании с телескопическими амортизаторами Установленными в передней подвеске Улучшают плавность хода А замена рессорных пальцев резиновыми подушками Упрощает обслуживание и повышает долговечность подвески Задний мост имеет штампованную сварную балку Коробчатого сечения На некоторых автомобилях установлен кулачковый дифференциал Улучшающий проходимость и устойчивость на скользких дорогах Главная пара с гипоидным зацеплением Гипоидные шестерни долговечнее и менее шумны в работе Вакуумный усилитель тормозов Значительно облегчает управление автомобилем Вместительный кузов снабжен тремя откидывающимися бортами Двухместная цельнометаллическая кабина имеет современные внешние формы Выпуклое лобовое стекло, отопление, эффективная вентиляция, просторность внутреннего помещения В сочетании с полуавтоматическими указателями поворотов И надежными электрическими стеклоочистителями Создают превосходные условия для работы водителя Младший представитель нового семейства грузовиков Автомобиль ГАЗ-52 Широко унифицирован с базовой моделью И отличается от нее меньшей грузоподъемностью До двух с половиной тонн И высокоэкономичным шестицилиндровым рядным двигателем Мощностью 82 лошадиных силы Автомобиль ЗИЛ-130 Является основной моделью семейства новых грузовиков Представленных автозаводом имени Лихачева В зависимости от состояния дорог Меняется и его грузоподъемность От четырех до пяти с половиной тонн Большая площадь остекления кабины Удобные трехместные сидения Хорошая шума и теплоизоляция Простая и надежная система вентиляции и отопления А также гидроусилитель руля И ряд других новшеств Существенно улучшают условия труда водителя А восьмицилиндровый V-образный двигатель Мощностью в 160 лошадиных сил Обеспечивает автомобилю Высокие скоростные и динамические показатели Оставив Куйбышевые прицепы Теперь, так сказать, налегке Второй день стремительно двигаемся на юг По бескрайним просторам Оренбургской области И лег левый приток реки Урал Глубина его летом в этом месте не бывает более 60 сантиметров Поэтому понтонный мост здесь наводят только вперед весеннего паводка Успешно преодолев водную преграду Мы попадаем на казахскую землю Такыр в переводе с тюркского гладкое дно Весной вода сносит сюда песок, глину, ил А летом солнце поджаривает дно озера Превращая его в превосходный автодром Идем с максимальными скоростями Газ 52, 83 километра в час Газ 53, 87 ЗИЛ 130, 94 километра в час Вы знаете, куда мы едем? Не удивляйтесь, мы едем обратно Увлекшись гонкой по Токыру Мы не заметили, как солнце, светившее нам в лицо Стало припекать затылок Пока командор, орудуя с картами, отыскивал правильный маршрут Мы сравнили способности новых автомобилей к разгону Как видите, эта способность почти одинакова Для того, чтобы автомобили разогнались на прямой передаче Со скорости в 15 километров в час до 70 Необходимо всего лишь одна минута Перед нами дорога черных бурь и смерчей Здесь всегда дуют сильные ветры До отказа нашпигованные мельчайшими частицами пыли Мы испытали неуместное, но большое удовлетворение Удовлетворение потому, что стали свидетелями ошеломляющего Почти неправдоподобного зрелища А неуместное, потому что концентрация пыли в воздухе Была так велика, что дышать было почти невозможно Если бы колонна угодила в центр буря Как это случалось с сатарами овец Нас бы не спасла герметичность кабин И кто знает, чем бы все это кончилось Но о таком трагическом исходе пыльных бурь Нам рассказали только в Аральске Пополнив запасы пресной воды Снова в дорогу Из Аральска к Зыварду есть два пути Первый по барханным пескам, непроходимый для транспортных автомобилей Второй в тихую погоду, по прибрежной полосе Аральского моря Какая программа испытаний может предусмотреть подобный маршрут? Наивно думая, что нам удалось миновать пустыню Внезапно попадаем в самое пекло В область сыпучих песков Температура в тени 42 градуса Двигаемся в основном на первой и второй передачах Но как ни трудны дорожные климатические условия Нас радуют удовлетворительные температурные режимы Работы двигателя и трансмиссии Водный рацион людей сокращен до минимума 100 грамм воды на человека через 20 километров пути Только машина не просит пить Но предназначенную для них воду нам все-таки не дают В самом центре пустыни По необъяснимым капризам природы Среди сыпучих песков Перед нами неожиданно возник оазис Встреча в пустыне Явление редкое и непродолжительное Высокие углы въезда 40 градусов И съезда 30 градусов И достаточная маневренность Позволяют автомобилям уверенно двигаться По резко пересеченной местности На 16-й день мы разбили небольшой лагерь вблизи Ташкента Пройдено 4000 километров Наша задача подвести итоги пройденного пути По секрету скажем Параллельно с этими испытаниями Горьковский автомобильный завод Ведет подготовку к производству Автомобилей ГАЗ-53 Поэтому очень важно не только выяснить дефекты Но и вовремя сообщить о них на завод Дорогу Ташкент-Самарканд Иногда называют бульваром пропастей Мы тщательно подготовились к горным испытаниям Так как знали, что подъем на Шахристанский перевал Далеко не легкая задача Взяли вторую тысячу метров Нормальная работа автомобиля Как и самочувствие человека Оценивается по его температурному режиму Ведем скоростной подъем Чтобы выявить те агрегаты Температура в которых Может превышать допустимую Дистанционные датчики Установленные во всех основных агрегатах Позволяют контролировать температуру Самым тщательным образом Не каждый знает, что на высоте Трех километров Воздух значительно реже Примерно на сорок процентов Почувствуют ли это моторы автомобили Регистрирующие счетчики докладывают Движение идет как внизу Так и здесь у перевала В основном на второй и третьей передачах Значит, все в порядке Новые автомобили могут работать В высокогорных условиях Но удалимся на время от земных дел Разве удержишься от соблазна Сфотографироваться на высоте Свыше трех километров В память о том, что Сегодня мы находимся ближе других космонавтов Два Германа Титова Успешно облетающему сейчас нашу планету Два часа спустя Началось свето-представление Внезапно горы заволокло тучами Сплошной поток снега И дождя обрушился на наши головы Впервые мы видели, как камни Могут нестись с бешеной скоростью Сметая все на своем пути День уже на исходе А мы все еще не можем Преодолеть первый завал Всю ночь хлистал беспросветный дождь На наших глазах дорога превращалась В непроходимое живое месиво Отдельные ее участки Покидали свои извечные места Устремляясь туда вниз Где словно неистовало чудовище Мы ожидали чего угодно Только не этого Ничто, даже эти кадры Не могут дать правильного представления О действительности Только словом «ад» Можно определить, что это такое К этому привыкнуть нельзя Каждый раз сердце начинает усиленно биться В таких случаях главное Верить в свою удачу Обладать быстрой реакцией И быть крайне внимательным За второй день Удалось продвинуться только На два с половиной километра Чем ниже мы спускались Тем следы больших разрушений Представали перед нами Сколько времени продолжается этот спуск Трудно сказать Время перестали считать Утром мы брались за лопаты И не выпускали их из рук до темна Когда чувствуешь себя Совершенно обессиленным Лучшее средство Это сказать себе Еще километр Еще сто метров И я отдохну И так повторять Несколько раз Каждый теперь понимал Кто подвергается Большим испытанием Люди или машин Я сто семь Я сто семь В районе моторологической станции Колонна не обнаружена Докладывает Докладывает Сидоренко Густая облачность Отряд вертолетов Пробиться к Шахистану не может Результаты поисков Докладывать каждый час Я Ташкент Как поняли Перехожу на прием Спустившись в ущелье Мы оцепенели от ужаса Повсюду Насколько хватает Человеческий взгляд Чудовищное разрушение Находясь в центре Этого водоворота событий Мы стали свидетелями Самой фантастической картины Которую когда-либо видели При испытаниях Даже местные жители Не помнят подобной стихии За последние 20 лет Совсем неожиданно Как ангела С гор спустилась Спасательная партия Доставившая нам продовольствие Это было очень кстати Среди грузов наших машин Было все необходимое Для длительного подъема в горы Кроме запасов хлеба Покидая эти места Мы увозили с собой Память о людях Живущих в горах Суровой и по-своему Прекрасной жизнью Героической и скромной Трудно отделаться от мысли Что до сих пор Все еще нет средств Обуздать стихию природы Отдохнув от наших переживаний Мы вернулись в Ташкент Чтобы привести себя И машины в порядок Техническое обслуживание Новых автомобилей Упрощено и облегчено Уменьшено количество Точек смазки Увеличены сроки Ее смены В агрегатах трансмиссии Улучшен доступ К некоторым местам Обслуживания и регулировки Фильтры тонкой И грубой очистки масла Заменены Одним центробежным Наш обратный маршрут Проходил по тем же местам С той лишь разницей Что был изменен Порядок движения Вместо колонны Машины двигались Индивидуально В зависимости От возможностей Примерно на полпути В одном из самых Тихих уголков Казахстана По просьбе всех участников Мы остановились на отдых Рыбацкая страсть Побеждает усталость Немного найдется в стране мест Которые Своими рыбными богатствами Могли бы поспорить С озером Камышлыбаш И если мы скажем Что за какой-нибудь час Поймали рыбы Более чем достаточно Для того, чтобы соорудить Роскошный ужин Для 60 участников Нашей экспедиции Не примите это За обычные сказки Рыболовы Стол накрыт Кушать подано Плохо, конечно, что кино Пока еще не может передать Тот аромат От которого даже у вас Потекли бы слюнки Главным рыбакам Посчастливилось В порядке исключения Командор Разрешил им согреться Ну что же Завидно Но ничего не поделаешь Дисциплина Утром снова в путь Двигаемся гораздо быстрее Оказывается Свободное движение В сочетании с направлением К дому Позволяет довести Дневной пробег До 500 километров Хорошая устойчивость Новых автомобилей Против опрокидывания И занос Даже по мокрому асфальту С прицепами Допускает Безопасные движения Со скоростью 80 километров в час Теперь считайте Что мы дом Но на этом Испытание не окончено Пока часть автомобилей Выполняя второй этап Программы Накатывает 15 тысяч километров На дорогах Первой и второй категории По маршруту Горький Москва-Минск Под Москвой На центральной машиной Испытательной станции Министерства сельского хозяйства Мы приступили к проверке Приспособленности Новых автомобилей Для перевозки Различных Сельскохозяйственных Грузов Сентябрь в нашей полосе Это месяц Массовой уборки урожая Поэтому все наши испытания Проходили в реальных Сельских условиях Как говорится От зари до зари Возим молоко и селоз Картофель и капусту Строительные материалы И сено Скот и птицу Емкие платформы В 6 кубических метров УЗИЛ-130 И 5,5 кубометров УГАЗ-53 Обеспечивают Полное использование Грузоподъемности Новых автомобилей При перевозке Большинства Сельскохозяйственных Грузов Работая целый месяц В деревне Мы убедились Что помимо бортовых машин Сельское хозяйство Очень нуждается В новых автомобилях Со специальными кузовами Обязательно В комплексе С различными погрузчиками Сельскохозяйственной продукции Потому что там Где эти механизмы Отсутствуют Значительная часть Транспортного времени Тратится Не на перевозку груза А на погруза И особенно Разгрузочные работы Лето в этом году Выдалось сухое И только в октябре месяце Нам удалось найти Подходящее место Для испытаний На проходимость Новые автомобили Имеющие привод Только на заднюю ось Не должны отличаться По проходимости От выпускаемых В настоящее время Автомобили ГАЗ-51 И ЗИЛ-164 Однако Имея более мощные двигатели Увеличенный дорожный просвет Наличие кулачкового Дифференциала На части автомобилей Больший размер шин И ряд других Конструктивных особенностей Практически улучшило Проходимость новых автомобилей Теперь Когда мы познакомили вас С обширной программой Государственных испытаний На выполнении которой Нам понадобился Почти год Когда вы увидели На экране Как ведут себя Новые автомобили В разнообразных Дорожных Климатических И эксплуатационных Условиях Когда пройденные 40 тысяч километров Дали полное представление О прочностных Качествах машин Можно сказать Что новые грузовые автомобили ГАЗ-52 ГАЗ-53 И ЗИЛ-130 Выдержали испытания И государственная комиссия Рекомендует их К постановке На производство А те предложения И замечания Которые нам удалось Собрать во время испытаний Дадут возможность Заводам учесть их При подготовке К производству Туда Бескрайние просторы Колхозных полей Туда На сотни новостроек Туда Где от знойных песков До полярного круга И от Балтики До берегов Тихого океана Идет Великая битва За коммунизм Туда Теперь пошли новые автомобили ГАЗ-53 К выпуску которых Приступил Горьковский Автомобильный завод